Отдельно хочу выразить благодарность немецкой полиции, федеральной криминальной полиции Германии за обеспечение безопасности баварскому спецназу. Все было на очень высоком уровне. Я был приятно удивлен. Дорогие друзья, приветствую вас, добро пожаловать на наш очередной эфир. Ездил в Германию, присутствовал на суде, выступал в качестве свидетеля в деле о готовящемся нападении, покушении на моего брата. Я в этом деле являюсь одним из ключевых свидетелей, поэтому был в Мюнхене, был на этом процессе. Выступил, дал показания, в принципе ничего нового вам по этому поводу рассказать не могу. Я и так вам все подробности этого дела рассказывал. Если кто не слышал, если кто-то подписан на меня недавно, то вкратце скажу, что в Германии задержан человек, чеченец, за подготовку убийства моего родного брата Мухаммада Абдурахманова, который здесь модерирует этот чат, этот человек привез на территорию Европы другого чеченца, который не захотел совершать преступления, связался с нами, рассказал обо всем. Мы передали эту информацию в полицию и буквально через неделю был задержан вот этот вот организатор. Его зовут Валик Дадакаев. Он сейчас находится на скамье подсудимых в Мюнхене. Проходит этот суд. В общем, я три дня был в Германии. Понедельник, вторник, среда. Вчера я вернулся обратно домой. Выступил на суде, видел самого подсудимого. Он тоже присутствовал в суде. Поэтому подробности дела вы уже знаете. Я хочу больше, наверное, акцентировать внимание на вот эту личность, на его участь сейчас. И чтобы на примере вот этого человека и многих других сегодня арестованных, уже отбывающих 40 за преступления, которые они совершили, либо готовили совершить, я хочу на их примере предостеречь будущих потенциальных преступников. Вот обратите внимание на судьбу этого Дадакаева, Ахтаева, который убил Анзора из Вены. На судьбу Мамаева, который с молотком пытался убить меня. Сейчас находится в Швеции в тюрьме. Убийца Анзора из Вены находится в тюрьме в Австрии. Бывает пожизненный срок. Вот Дадакаев сейчас находится в немецкой тюрьме. Приговор еще не состоялся. И вот на примере Дадакаева этот процесс, он продлится еще, ну, я думаю, до весны, как минимум, будет идти этот процесс. В лучшем случае, там, в конце весны, может быть, будет какой-то приговор. Это приговор суда первой инстанции. После этого будет еще обжалование. То есть, еще год до того момента, Дадака вот окончательно какой-то приговор вступит в законную силу. Пройдет еще год. Вот я дал показания во вторник. Весь вторник я провел в суде. Это был тяжелый день. Я дал показания. В среду я вернулся. И дальше я занимаюсь своими делами. Вот сейчас, в четверг, я вышел в эфир, рассказываю вам об этих событиях, буду рассказывать еще о чем-то. После эфира я пойду, приготовлю себе чай, встречусь со своими друзьями, решу какие-то вопросы, поеду, может быть, куда-то по рабочим делам, какие-то поездки, путешествия. То есть, у меня будет идти обычная моя жизнь. То есть, у подозреваемого, обвиняемого в этом преступлении, у него после этого суда, он обратно на него наденут наручники, и он отправится в СИЗО, в камеру, в одиночную камеру, ждать следующего судебного заседания. И вот так, каждый день, он будет ждать следующего судебного заседания, так до приговора. Потом он этот приговор обжалует, опять он будет ждать вердикта, и, наконец, он получит окончательный приговор, и после этого у него изменится лишь то, что он поедет уже отбывать срок наказания в какую-то колонию немецкую, строгого режима или какого-то иного, скорее всего, строгого. То есть, вы понимаете, что несмотря на то, что вам там обещают какие-то блага, когда эти кадыровцы будут вам, следующим потенциальным преступникам, предлагать совершение преступления, они будут вам говорить, вы поедете, убьете Абдурахмановых, убьете еще кого-то, и мы за это вам дадим 500 тысяч евро, миллион евро, 10 миллионов евро, пожизненное обеспечение для семьи, у вас здесь полный авторитет по республике, кортеж, охрана, вот все они вам будут обещать, и в этот момент вам может показаться, вау, какое классное будущее, всего лишь убить одного человека, совершить одно преступление, и потом все тебе, вся жизнь обеспечена. Но вот в это самое время подумайте, что случилось с теми, кто согласился на это до вас. Даже вот с тем Ахдаевым, которому удалось совершить это преступление, какова сейчас его участь? Он отбывает пожизненный срок в австрийской тюрьме. Что он приобрел? Вот лично этот человек, что он приобрел от того, что он сделал? Ничего. Как вы думаете, каковы шансы того, что вы, даже совершив это преступление, даже если вам удастся убить меня, убить моего брата, убить еще кого-то, даже если вам это удастся, неужели вы рассчитываете на то, что вы свободно вернетесь? Да, конечно, такие примеры, такой пример как минимум один есть, это убийца Эмрана Алиева, более известного как Мансур Старый, он благополучно вернулся обратно. Но даже если такой шанс есть, что вы вернетесь обратно, он очень мал. Скорее всего, вы будете задержаны, если вы не погибнете там в бою с нами, или если мы вас не обезвредим и не отдадим полиции, даже если вы нас убьете, вы, скорее всего, будете по горячим светам задержаны. Вряд ли вам удастся скрыться. Очень малый шанс, что вы вернетесь обратно. И вот представьте, что вас будет ждать. Ждать вас будет участь вот этих людей. Мы, если мы останемся живы, мы будем жить своей обычной жизнью. Те люди, которые вас сюда прислали, они тоже будут жить своей обычной жизнью. Вот Кадыров прислал сюда этого же Ахтаева, допустим, Кадыров, этого убийцу прислал по орудии Дельгириев. Вот все эти люди, они как жили, так дальше и живут. У них ничего не меняется, понимаете? Они вас присылают, обещают вам золотые горы. Может быть, действительно, если вы удачно вернетесь, они вам их обеспечат. Не исключено. Но, скорее всего, вы не вернетесь. Скорее всего, вы точно так же сядете, будете сидеть в одиночных камерах. Вы будете лишены благ. Безусловно, здесь вам не будут ссувать в зад бутылки, здесь вас не будут насиловать гантелями, здесь не будут как-то унижать вашу честь и достоинство. Здесь этого нет. Да, здесь действительно соблюдаются права человека, в том числе и права заключенных. Но вы будете изолированы, вы будете лишены свободы, вы не будете наслаждаться присутствием своих семей, детей, своих жен, своих родителей, братьев, сестер. Вы не будете наслаждаться общением со своими друзьями, друзьями, родными и близкими. Ничего подобного не будет. Вы не будете ходить по ресторанам, пить чай в каких-нибудь турецких кафешках и так далее. Ничего подобного не будет. Вы будете, вы будете очень серьезно ограничены во всем. И все это потому, что вы решили заработать легкие деньги. А те люди, которые вас сюда прислали, они будут жить своей обычной жизнью. Кадыров будет все так же включать эфир и как-то несуразно там что-то пытаться, какие-то слова соединить, прогнозы давать, прогнозы погоды. В Европе будет холодно, но он будет продолжать свою деятельность. Иудов будет продолжать свою деятельность, какие-то громогласные заявления делать. Остальные так же будут, как они жили до того, как вас сюда прислали, и так же и дальше будут жить. И мы, если вам не удастся совершить свое преступление, и мы тоже будем жить так же дальше. А вот ваша жизнь кардинально изменится. Поэтому хорошенько подумайте, когда вы будете это предложение получать и захотите на это согласиться, вспомните про участь большинства тех, кто согласился, приехал, исполнил, или у него не получилось, но что его ждало. Посмотрите на Красикова, пожизненный срок отбывает в немецкой тюрьме, убил Зелимхана Хангашвили. Задачу выполнил. Но вот насладиться этими лаврами того, что он совершил, он уже не смог. Хотя за ним-то стоит действительно там ФСБ, Путин, его-то пытаются вытащить, там всячески пытаются с американцами как-то на обмен его выдвинуть. А вот вас никто даже и обменять-то пытаться не будет. Это-то штатный сотрудник, за него-то понятно, кто впрягается. За вас, поверьте, эти люди впрягаться не будут. Поэтому, в общем, хорошо думайте. Я, сидя на этом процессе, эта мысль пришла мне в голову, когда я наблюдал за обвиняемым. Я думал, вот он сидит, такой абсолютно поникший, однообразные дни. Вот его заводят, наручники снимают, он садится рядом со своим переводчиком, за него сидят там двое его адвокатов. Вот чего он добился? Он хотел убить моего брата и после этого счастливо жить в республике, иметь почет, иметь деньги. А вместо этого он имеет тюремное заключение, которое, скорее всего, перейдет в тюремный срок. Полную изоляцию, никаких контактов с семьей, с родными, близкими, с людьми, которых он любит. Наверняка есть такие, кого он любит. То есть вот та участь, которая его постигла. И, скорее всего, такая участь постигнет и вас. Поэтому анализируйте, думайте, не совершайте глупостей. Здесь тоже люди как бы не просто так сидят, сложа руки. Мы тоже беспокоимся своей безопасности, заморачиваемся по этому вопросу. Поэтому не факт, что у вас все получится, имейте это в виду. Отдельно хочу выразить благодарность немецкой полиции, федеральной криминальной полиции Германии за обеспечение безопасности баварскому спецназу. Все было на очень высоком уровне. Я был приятно удивлен. Очень большой бюджет был выделен немецким государством на обеспечение моей безопасности, на обеспечение моей явки. Поэтому, конечно, респект. И вы в этом вопросе, вы действительно профессионалы своего дела, и вы показали очень хороший уровень. Респект вам за это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова